Так называемый Акуловский рубеж. Именно здесь, под Кубинкой, в 41-м, были остановлены фашистские захватчики, так отчаянно рвавшиеся к Москве. В честь тех героев здесь установлен по-настоящему народный памятник. Субтитры создавал DimaTorzok Минаев, председатель Совета ветеранов военного городка Кубинка-10. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Итак, это место значимое не только для кубинцев, но и, в принципе, для всей нашей страны. Здесь происходили очень значимые для нашей страны события. Мы стоим с вами на Акуловском рубеже. Эта земля священная. Она значима тем, что исторически, географически это место расположено на западе нашей столицы и нашей страны. Все войны начинались и шли с запада на восток. Начинают французов, немцев и так далее. Все проходило через это. Так, Великая Отечественная война, когда шла этапами, первые самые отчаянные бои шли. Это Брестская крепость. Далее рубеж Жево-Вяземская операция, где полтора миллиона погибли. Мы в прошлый год открыли там стелу, где и наш президент был, и президент Белоруссии был. Дальше Можайские бои были тоже кровопролитные. И дальше пошла наша родная Кубинская земля. Наша Кубинская земля начинается от деревни Хомяки. Это около памятника Зои Космодемянской. По деревням, по этим шли бои тоже очень изощрённые. Много было погибших. Эти бои шли, начиная от деревни Хомяки, дальше деревня Копань по Можайской трассе, дальше идёт деревня Дубки, дальше идёт деревня Дючково, Дальше идёт деревня Брыкино, которую немцы несколько раз брали. Несколько раз переходила с рук руки и её сожгли дотла. Не осталось ни одного жителя, ни одного дома в этой деревне. Это какой год, когда здесь? Это всё 1941 год. Начало декабрь 1941 года. Уже фашисты были на подступах? Уже на подступах. Дальше деревня Дючково и после Дючково наша Апулова, деревня Апулова. Немцы сюда дошли 4 декабря 1941 года и были остановлены вот на этом рубеже, в 60 километрах до Москвы. Самые дальние расстояния до Москвы, которые были остановлены в других местах, они подходили ближе, ещё ближе. Даже в некоторых местах 25 километров. Поэтому, благодаря воинам 32-й Краснознамонной дивизии, 26-й отдельной роты фугасных ароматов, посту в нос, видеонаблюдения и оповещения и связи, которым руководил сержант Нариманьян, 8 человек, они все полностью погибли. Этот мануриал значим тем, что здесь захоронено 222 человека. 8 захоронений на этом месте. Опознано 58 человек из 222. При подготовке и к 80-летию контрнаступления Советской армии под Москвой, это случилось 5 декабря 1941 года. А 4 декабря немцы были остановлены здесь, на этом рубеже. Это остановка немцев и эти бои кровопролитные, которые, это была искоркой, начало контрнаступления Советских войск под Москвой. Этот памятник появился здесь первым. Старший сержант Нариманьян и 7 военнослужащих были найдены при строительстве жилого дома в военном городке. Они занимали наблюдательный пост ПВО и в 1941-м стояли здесь насмерть. Мы должны еще остановиться, что все бои, которые шли в декабре 1941 года здесь остановлены, вот эти все деревни, что я назвал наши кубинские родные, все поля были усланы трупами. В январе 1942 года, они все были перезахоронены, вот здесь они, здесь, и в могилах, в этих всех деревнях есть братские могилы, что я перечислил. До сих пор поисковые отряды находят? Находят. У нас работает поисковый отряд постоянно. Последнее перезахоронение, которое здесь было, здесь 8 захоронений, было в 22-м году. В 22-м году. 50-34 человека перезахоронены были, 2 опознаны. Вот там могила. Давайте вернемся в историю 1941 года. Итак, Москва совсем рядом, фашисты наступают. Кто защищал, кто оборонял эти места? Эти места, Москва, когда дошли уже, прошли деревни, которые я рассказал, все наши, и все поля были усланы воинами, как с одной стороны, так и с другой. С Нарафаминска к этой деревне прорвался несколько танков, и враг пошел, им надо было выйти на Минскую трассу, чтобы дальше идти на Москву. Но их на этом рубеже, благодаря и усилиям командира 5-й армии, который здесь командовал, он первый раз в своей начале боевых действий здесь применили нестандартную охранную зону по встрече немцев. Здесь были деревенские домов, институт у нас есть тут танковый, с бутылками, около миллиона бутылок с зажигательной смесью было здесь. С помощью двух зводов, один звод Дюдькосты, а второй звод 26-й отдельной роты фугасных огнеметов. Огнеметы были применены первый раз здесь, в этом месте. Были сломаны некоторые даже дома и подворья с точки зрения сделать вал огненный, с дерева. Много было добровольцев здесь, кроме воинов, 32-й дивизии, 26-й отдельной роты и других войск. Тут даже были войска, регион французов, один звод был. Но когда они увидели, когда их встретили этим огненным валом, когда первые танки подожгли, и этот вал огненный, сожгли много немцев, сожгли, около пяти танков сожгли сразу. Немцы сразу бежать, но бежать им не удалось, потому что так подожгли эту огненную стену, что они сбежать не могли. Здесь много погибло немцев, сгорело. И вот это применение вот этих огненных огнеметов, применение огненных валов с точки зрения огня, немцы не могли никак ополниться. Они сразу отступили и больше в этом направлении не наступали, потому что испугались, и было показано, их и мало осталось, и было показано, что такое огнеметы, огненный вал, и как это делалось. Для них это было, в общем, неожиданностью, они увидели это впервые. Вообще-то и для нашей первой командующей 5-й армии применил вот эту тактику такую. Поэтому здесь было много тактически вырыто также землянок, много вырыто и построено капониров. Они до сих пор существуют. Это дот стоял на окраине нашей деревни при Везе, ну, 100 метров отсюда поставили. Поэтому до сих пор даже наши есть историки, есть у нас историки, которые занимаются, даже знают, где какие окопы есть, где чего. Ну и, конечно, работают наши следопыты и поисковики. Они под руководством Кобякова Алексея, они эту работу продолжают, и работа эта успешная. С точки зрения никто не забыт, ничего не забыто. Расскажите еще про мемориал. Вот здесь я вижу орудие, да? Орудие. Это орудие. Это боевая пушка. Она участвовала в боевых этих. Поставили ее как памятник. Когда памятник ставили и начинали эту меморалу оформлять, был, я еще был лейтенантиком, конечно, был назначен руководителем по строительству и облагораживанию этого памятника подполковник Шершаков Григорий Иванович. Участник войны. Когда я служил, здесь было много участников войны. Поэтому у меня был командир, полковник Черноротов, который прошел войну всю, получил три ордена солдатской славы, чтобы сравниться к герою России, и который у нас командовал. Он меня воспитывал, и воспитательная работа вся его. Ему сейчас посвящена на ГДО табличка Василия Ивановича Черноротова, как участника войны, награжденного тремя орденами солдатской славы. Ну вот поэтому этот памятник называется народный. Вообще-то я приравниваю это место, это памяти культурного наследия, меморальный комплекс. Он вообще-то, дом будет приравнен, где боролись на подстрах к Москве 28 панфиловцев. Вот там был бой до последнего, и вот здесь был бой до последнего война, который остановили, и дальше немцы не пошли. Вот это его память. Второе. Это наша Кубинская земля, она сейчас, наши поселения военизированы. С точки зрения, у нас здесь живут, вот, в пяти километрах, рядом, здесь с нами есть на автобусе, в нашем городке живут. Офицеры главного разведывательного управления, которые воюют и занимаются. Вот один погибший, ему присвоили посмертный герой России, он, правда, Сорска, его отправили от нас, отпели в нашей церкви, отправили домой. И многое является счетом, кроме разведчиков. У нас есть 45-я бригада ВДВшников, у которых там героев еще больше. У них есть аллея, они аллея героев. Есть у нас 38-й институт танковый, где сейчас танки ремонтируют, где их сейчас модернизируют, где изучают танки противника, работают сейчас. И у нас есть целый аэродром Кубинский, который тоже работает, и летчики наши участвуют в этих боевых действиях. Сорска. 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 Итак, Сергей, вы тоже местные жители, вы выросли в этих местах, и для вас это место тоже очень дорого. Да, действительно, я здесь вырос и живу. Сейчас нахожусь по ранению, как участник зоны СО. То есть вы буквально вчера вернулись? Вчера ночью приехал, да, после госпиталя. Вот сюда на реабилитацию приехал. И, конечно же, вы пришли также на это памятное место. Почему оно вам так дорого? Для меня памятное место, вот этот мемориал, он дорог тем, что здесь он является народным памятником, и люди, которые здесь погибли, они защищали мою родную землю, в которой я здесь родился и живу. Для меня это очень важно, чтобы вот эта память, она оставалась, как для молодого поколения, к которому я еще сейчас рассчитываю, что отношусь, чтобы эта память не забывалась, чтобы эта память оставалась. А такие мемориалы, они способствуют именно памяти о наших погибших. Поэтому я тоже выступаю за полную реконструкцию этого памятника, чтобы его отремонтировали, как участник СВО, как продолжатель славных традиций нашей Родины. И вы хотели бы также дополнить, да? Да, да, и для меня тоже важно, как человек, которого призвали в сентябре мобилизованным, вот, чтобы здесь, может быть, открылся тоже памятник, народный, народный памятник участникам СВО. Здесь лежат герои, которые отдали жизнь 80 лет назад. Мы хотим, и я предлагаю, и думаю, мы добьемся, здесь построим обелиск, посвященный воинам, которые воевали через 80 лет с теми же нацистами, которых погибли, защищая нашу Родину через 80 лет от нацизма. Мы надеемся, что действительно это место станет центром притяжения для жителей не только Москвы, Московской области, но и всей России, местом памяти. И благодаря вам, благодаря таким патриотам и действительно людям, любящим свою Родину, это место возрождается, и я уверена, что здесь будет со временем очень-очень красиво. Такие места будут вечным напоминанием о великом подвиге русских солдат. Об истории Одинцовской земли смотрите в следующих передачах про округ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин